Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 24 00673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Субтитры создавал DimaTorzok С этого года по инициативе Международной Федерации социальных работников ежегодно в 3-й вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. О тех, кто отдает делу милосердия свою жизнь и тех, кто им бескорыстно помогает, в материале нашего корреспондента. Кем быть в этой жизни? С ответом на этот вопрос Снежана Сад определилась уже в школьные годы. Сначала отучилась в год профучилища на соцработника, затем поступила в Красноярский государственный медицинский университет по этой же специальности. Начинала обычным сотрудникам, помогала по дому инвалидам, пожилым, покупала им продукты, лекарства. С 2017 года Снежана Сад работает специалистом по социальной работе Республиканского центра поддержка. Наиболее востребованная услуга среди наших получателей социальных услуг – это социально-бытовая услуга, это уборка жилого помещения, покупка продуктов питания, это оплата коммунальных услуг, это оплата за электроэнергию и покупка лекарств. Верные помощники и социальных работников – это представители общественных организаций и волонтеры. Сегодня во Всемирный день социальной работы к гостям, к ребятишкам, живущим в Центре социальной помощи семье и детям, пришли активисты Общероссийского народного фронта. Наша команда «Молодежка ОНФ» регулярно поддерживает Центр социальной помощи. Это зимой, например, мы проводим здесь утренники, поздравляем детей, играем с ними. В данный момент мы приехали, чтобы сделать субботник в данном объекте. У нас проходит акция «Мы там, где нужна помощь». Это получается, мы выезжаем в все социальные объекты города, убираем снег, там проводим субботники. В большинстве своем сейчас в Центре проживают дети, которых социальные работники на законных основаниях были вынуждены временно отлучить от горя родителей. Редко, но бывает, что родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сами приводят детей в приют, но при первой же возможности забирают домой. Разные обстоятельства бывают. Помешают детей отдел опеки, инспектора по делам несовершеннолетних, во время рейдовых мероприятий, по сигналу из школ. Дети обеспечены всем необходимым для учебы и отдыха. Сейчас на часах 10.45. Под руководством воспитателя школьники заканчивают подготовку домашнего задания и идут в столовую. Через полчаса к Центру подъедет автобус, который отвезет их в школу, а на обратном пути привезет школьников первой смены. Здесь все, в принципе, очень добрые. По выходным мы все вместе смотрим телевизор, разные сериалы, мультфильмы. Иногда играем в игры по празднику. Тут часто проводят уроки, разные конкурсы. А какой твой любимый предмет, скажи, пожалуйста? Я все люблю. Я отличница. Свой профессиональный праздник социальные работники России отмечают 8 июня. С этого года появился еще один хороший повод обратить внимание на работу людей, отдающих милосердию, свою энергию, терпение и душевные силы. Теперь каждый третий вторник марта в мире будет отмечаться Всемирный день социальной работы, к переприятиям которого могут присоединиться все желающие. Я желаю своим коллегам успеха в работе и чтобы в дальнейшем тоже совершенствовались, помогали еще больше многим людям, которые нуждаются в нашей помощи. Мадр Сандан, Артыш Бартан, Кузел Сарыхсирен, Тува-24. Народные инициативы. В Барунхемпсисском районе завершено онлайн-голосование по отбору лучших народных инициатив. В голосовании приняли участие 899 человек, из которых более 600 поддержали идею строительства в районе туристического юрточного комплекса по следам Чингисхана. 295 человек отдали предпочтение заводу по выпуску строительных материалов. Теперь высшее образование в сфере культуры можно получить, не выезжая за пределы республики. Тувинский государственный университет выпустил первых дипломированных работников. Дипломы о высшем образовании получили выпускники направления «Народная художественная культура». Тему продолжит наш корреспондент. За плечами студентов 3,5 года и вот первые 11 выпускников направления «Народная художественная культура», которая была открыта в 2017 году на историческом факультете Тувинского госуниверситета. Отметим, что среди выпускников немало артистов, работников Тувинского национального оркестра и Центра тувинской культуры. Несмотря на концерты и постоянную занятость, студенты из них получились добросовестные. Анджи Тамдын отмечает профессиональный преподавательский состав. Коллектив учителей тут потрясающий. Они в основном все доктора. И у них лекции, знаете, очень оживленно, интересно проходят. Ты чувствуешь энергетику от них. Сразу видно, наши преподаватели, они мастера своего дела. И, думаю, они постарались на максимум, чтобы обучить нас навыки и знания, которые мы получили за 3,5 года, нам пригодятся в нашей будущей профессии. С открытием новых направлений в Тувгу есть все предпосылки, что сфера культуры республики в будущем не будет испытывать недостаток в квалифицированных кадрах. Сейчас Министерство культуры региона совместно с Тувинским госуниверситетом ведет работу по открытию новой специализации «Музыкальное исполнительство». Музыкальное исполнительство – это в будущем. И народное пение. Вот два направления. Если нам федеральное министерство разрешат нашему Тувгу, то будут и музыкальные направления. Что будет очень удобным для наших музыкантов получить высшее образование после нашего колледжа. Помимо этого у нас здесь учатся и библиотекари. Тоже через два года, по-моему, закончат курсы ускоренные, очень удобные для наших работников культуры. Первые выпускники направления «Народная художественная культура» уникальны тем, что многие из них уже большие артисты, которые не первый год радуют зрителей своим талантом и мастерством. Айрасат Владимирович, Туйкузел, Саргисарен, Тува, 24. В северной столице Санкт-Петербурге сегодня пройдет презентация нового музыкального альбома Альберта Кувезина и группы «Ятха». Презентация проходит в рамках российского тура легендарной группы. Горловое пение и заводной тувинский рок услышат жители города на Неве. Музыка коллектива сочетает в себе таинственную энергию бескрайних тувинских степей и могучих лесов и всю мощь современной рок-музыки. За время существования группа совершила десятки европейских и мировых турне, участвовала в сотнях крупнейших фестивалей и музыкальных форумах по всему миру. В домах культуры Тесхемского и Эрзинского районов прошли премьеры спектаклей музыкальных театров. Так, в Тесхемском районе состоялась премьера спектакля «Летающая лодка Кедеспея». А чем удивил зрителей Эрзинский муниципальный театр эстрады Сенгилен, смотрите в сюжете далее. 13 марта в Тесхемском районе состоялась премьера спектакля «Летающая лодка Кедеспея», посвященная столетию Тувинской Народной Республики и первому летчику Танэр «Кедеспею Чоду». Автор работы – заслуженный журналист России Александр Шойюн, режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств республики Сюзана Оржак, художник по костюмам Кульчана Шойюн. За вклад в развитие культуры Тесхемского района Сюзана Оржак и Кульчана Шойюн получили звание почетных граждан Тесхемского района. Работу всей команды и артистов высоко оценили зрители, которые аплодировали стоя. В свою очередь, 14 марта Эрзинский муниципальный театр эстрады Сенгилен представил музыкальный хореографический спектакль «Эрзинхемин и Иртангдэм». Режиссер Сюзана Оржак, хореограф-постановщик, заслуженный деятель искусств Аян Манданхарло, репетитор по балету, заслуженный артист Увы Омак Сад. Актеры муниципального театра – это работники Дома культуры, преподаватели детской школы искусств и жители села. Drake – это работники села. Дома культуры. Ребяmer – это работники высоко оценили palabra. От vamos села. Расск Survivvства – это работники села. Мы будем снять субтитры, а мы будем снять субтитры. 16 марта во Дворце культуры Ак-Дов-Рака состоится открытие малого концертного театрального зала и премьера пьесы Уен-Уен-Анакшал. Спектакли примут участие в республиканском конкурсе любительского театрального искусства Уранчу Ильдин-Кзюн-Гзю. Отметим, что в республике значительно увеличилось количество муниципальных театров, деятельность которых оценивается наравне с профессиональными драматическими театрами. Айрас Атанг-Рожжак, Тува-24. 17 марта в Национальном театре состоится юбилейный концерт заслуженной артистки республики Найхак Дангак. Актриса вот уже много лет радует зрителей и ценителей театрального искусства своим творчеством и разноплановыми ролями. В юбилейном вечере примут участие известные артисты Тувинского национального театра, музыкальные группы и многие другие. Наш корреспондент Ролан Оржак попытался открыть завесу тайн. Харизматичная, пластичная, красивая и талантливая – это все о ней. А заслуженные артистки республики Тува ведущие актрисы Национального театра Найхак Дангак. 17 марта в Национальном театре состоится ее юбилейный концерт «Чуремба Доролы». Актриса более 25 лет служит Туинскому театру. За время работы она воплотила более 40 разных образов, будораживает чувства зрителей. Она прекрасно владеет актерским мастерством, навыками, сценическое переоплощение. Деятельность театральной я начинала с 90-го года. Это было в Питере. Я со своими друзьями поступила в Питер. Тогда Ленинград был. Там 4 года проучились и приехали. И начали сразу же в театр работать. Тогда уже главный режиссер Алексей Оржак нас принял. И начали уже играть разные спектакли, разные роли. Первой главной роли, так таковой, не было. Это Хайробот. Играли с Албакой. Я очень любила эту роль. Для меня, я считаю, это первая главная роль. Эту роль я очень люблю. На юбилейном вечере в театре соберется созвездие талантливых артистов разных поколений. Будут звучать песни, покажут отрывки и спектакли. Анаиха Карабчоровна – выпускница Театральной академии города Санкт-Петербурга. С большой теплотой о ней говорят ее сокурсницы по выпуску. Одна из них – Народная артистка республики Саяна Сатт. Моя однокурсница, она очень трудоспособный человек. Амплуа изначально была как героиня. Героиня ей и в академии, и все педагоги это подчеркивали. Склонна вот к такой амплуа, как трагический образ. Трагический образ у нее очень хорошо получается. И зигусь, да, драматические и трагические образы ей удаются. В концерты примут участие артисты театра, а также легендарная фольклорная группа «Хунхурту» – молодая, но широко известная группа «Одучу». Ведущие артисты – видные деятели. Искусство твое поздравит Анаихак. От природы она очень гибкая, талантливая и хороший друг и в жизни, и на сцене. 25 лет на сцене. Творческий путь переплощений новых образов и ролей. 17 марта в Национальном театре соберутся все любители театрального искусства, чтобы поздравить юбиляра и увидеть творческий концерт. Ролан Оржек, Туа-24. В Бурятии завершился чемпионат России по спортивной борьбе, в котором тувинский спортсмен стал обладателем серебряной медали. Подробнее в материале Сайгана Бирьбю. Утром 16 марта после завершения чемпионата России по вольной борьбе, который проходил в Улан-Удэ с 10 по 14 марта, на родную землю вернулась сборная Тувы, где ее с подсчетом встретили родные и коллеги. Это только начало. Не расслабляйтесь и стремитесь к верхней ступени пьедестала. Турнир получился максимально позитивным и, как отметил главный тренер сборной Дзамбалат Тедеев, прошел без скандалов, разборок и проблем. Сборную тувы представляли 11 спортсменов. Подготовка прошла хорошо. Первый этап после этого турнира, который провели в федерации вольной борьбе. После этого мы начали. Первый сбор у нас был общий физический подготок, потом второй сбор на ковре. После сборов мы планировали чемпионат подъехать заранее, за 10 дней. Поэтому мы поехали. И вот после таких подготков вот такой у нас результат хороший. Несмотря на то, что большинство наших спортсменов не вышли в призеры, они не унывают. Самое главное бесценный опыт участия в соревнованиях на таком высоком уровне. В основном у нас лидеры проиграли, взрослая команда. В основном наша молодежь показала хороший результат. Лидеры тоже хорошо отборолись, но там надо еще доработать. Именитыми спортсменами было отмечено, что в Туе подрастает молодой и перспективный борец Натчин Мангуш, который, возможно, в следующем олимпийском цикле и будет претендовать на победу в своем весе. В этом году он вступил место бесспорному лидеру в весе до 57 килограммов Завуру Угуеву, став серебряным призером. С командой ставилась цель, чтобы попасть в олимпийскую сборную и, как видите, получилось выиграть таких титулованных борцов. Это было, как сказать, ожидаемо. Мы подготовились хорошо, пришли к этому. И вот так вот. Не скажу, что отлично выступили. Были ошибки, ошибок много. Будем исправлять и идти дальше. После краткого отдыха наши борцы с учетом полученного опыта и допущенных ошибок начнут готовиться к очередным соревнованиям. Сайген Бербю, Буян Мангуш, Мирана Иргит, Туа-24. Далее наш эфир продолжит блок тематических передач. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Заполните электронную анкету до 1 апреля 2021 года на портале Госуслуг, сайте Росстата или через операторов электронного документа оборота. Можно представить анкету на бумаге по почте. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайте Росстата и территориальных органов статистики. Редактор субтитров А.Семкин из двух предложений. Ну вот, двое. Один чихает, второй говорит, будьте здоровы. Отчихнувший в ответ вместо вежливого спасибо, говорит, не дождетесь. Вот и я говорю вам, здравствуйте. И сегодня говорю, здравствуйте. И всегда, будьте здоровы. Сегодня о насущном и злободневном. Поговорим конкретно о политической ситуации, а также сделаем акценты на Министерстве бродячих собак. Вы сами поймете, что одно другому не противоречит, а даже вытекает одно из другого и перетекает обратно. То есть, если одним словом, то все взаимосвязано. Безо всяких там намеков, открыто и прямо, про чихание я начала не просто так. Не потому что, что к слову пришлось, а говорю о нем, о чихании, как о целом социальном феномене, который за многие тысячелетия оброс таким огромным количеством примет и суеверий, что вполне себе допускаю. Наверняка где-то кто-то когда-то уже написал целую докторскую диссертацию. Ну, или напишет скоро, потому что этот социальный феномен нет-нет, да и норовит проскочить в политическую плоскость такой какой-нибудь приблизительной фразой вроде «Да чихать я хотел на вас!» «Да чихать я хотел!» Это такая крайняя форма политического нигилизма, когда человек упрется во что-нибудь свое, ну, например, в свое личное политическое или какое-нибудь иное мнение или убеждение, и никакие доводы об обратном и очевидном на него не действуют. Каждый из нас может вспомнить парочку-тройку таких упертых знакомых, которых трудно перечихать, то есть переубедить в обратном. Ну, давайте для примера посмотрим на политическую ситуацию вокруг, то есть на политическую ситуацию в общем и целом, но внутри республики. А политическая ситуация, ситуация предвыборная, она принимает формы, вот таки хочется сказать, формы крайней напряженности. Хочется, но не буду. На это есть причины. Хотя, да, эти крайности, они имеются в наличии, отрицать не буду, но они присутствуют в основном в виртуальном пространстве, в социальных сетях, в социальных сетях интернета. И потому вроде бы и есть политическая напряженность, но она виртуальная, а потому ее вроде бы и нет. Ее не пощупаешь, не потрогаешь, не понюхаешь. В общем, на то она и виртуальная, потому что как бы мифическая. Перед выборами чаще всего, ведь как бывает, особенно в последнее время, перед выборами вдруг появляются некие мифотворцы. Раньше в задачи мифотворцев входили задачи нарисовать образ интересного кандидата, баллотирующегося на какое-нибудь место в представительные органы власти, то есть, попросту говоря, на депутатский мандат, ну или на другое место. Мифотворцы, это если по-другому, то это политтехнологи. Теперь чаще всего, не всегда и не везде, но чаще всего политтехнологи-мифотворцы рисуют, опять же, исключительно за деньги, рисуют не в своем, а в вашем воображении картинки, воображении потенциального избирателя. Перед выборами вот вам две стороны, власть и оппозиция. Если беспристрастно, как бы сверху, как бы отстраненно посмотреть на эти две стороны, то в виртуальном пространстве идут нешуточные бои. Рвутся информационные бомбы, стороны динамитят друг друга, друга не по-детски. Не обращать внимания вовсе на виртуальную политическую войну тоже не получается, потому что задеваются такие очень глубинные эмоциональные пласты человеческих душ, как национальная гордость, любовь к родному краю, оскорбляются самые светлые чувства людей. Да что далеко ходить? Я уже не раз говорила здесь, что интернет заполонила чернуха и грязь про Туву. На Туву навешали, как говорят, навешали всех собак. Тува – это и самый криминальный, и самый отстающий, и самый дикий регион с диким необразованным населением. И еще раз повторюсь, такую дикую картинку рисуют те, кто не бывал у нас, а если и бывал, то сугубо по меркантильным мотивам получить деньги за заказные статьи, репортажи и фильмы. Не знаю, как вас, но лично меня оскорбляют суждения каких-то девиц, ни разу до сегодняшних дней не слышавших о Туве, даже и не проживающих в России, а где-то в Италии, профессионально занимающихся демонстрацией в основном нижних частей тела, накачанных силиконом. Подобные девицы с низкой социальной ответственностью, вот так вот о них говорят, подобные девицы размещают на своих инстаграм-страницах за немалые деньги рассуждения о Туве, а некоторые, а некие проплаченные телеграм-каналы массово распространяют, извините, проститутские мнения. Так что время диктует свои условия, мифотворцам приходится пользоваться сомнительными услугами, сомнительных девиц, у которых в социальных сетях много подписчиков. Вообще, есть такое мнение, что интернет все стерпит, интернет не умеет краснеть, и не умрет от стыда. Вот потому можно хоть сколько спрашивать, откуда ты знаешь, что такое Тува? Ты ведь даже ни разу здесь не бывала, ни разу не слышала про тувинцев. Ты же путала Туву с российским городом оружейников с Тулой. Сколько тебе заплатили за то, чтобы оскорблять целый народ? Ой, да чихать я хотела на вас и на вашу Туву. Такой примерно ответ мы получили бы, если бы довелось вживую поговорить с такой представительницей древнейшей профессии. Честное слово, не хотелось бы думать, что к таким заказным статьям, делам причастны сами тувинцы, хоть представители власти, хоть представители оппозиционных сил. А с другой стороны, если нас, тувинцев, называют прирожденными преступниками и убийцами, значит, это кому-нибудь да нужно? Вот подумайте сами. Год назад, полтора года назад не называли, а теперь даже силиконовые девицы ахают и охают. А все почему? Да потому что через пять месяцев выборы депутатов Государственной Думы и выборы главы Тувы. Хорошо, вы скажете, что допустим, мы с тобой согласимся, что политическая повестка становится все напряженней, ситуация принимает крайние формы неприятия друг к другу. Но все это в виртуальном пространстве, все это как бы не по-настоящему. Но как виртуальная ненависть друг к другу, спросите вы меня, как она может влиять на реальные события и может ли вообще на самом деле влиять? Если вам интересно мое мнение, то ответ – нет, не может. Но чихать, то есть вообще не обращать внимания на заказную чернуху про Туву в интернете я не буду. Во-первых, потому что, как я уже сказала, меня Тувинку оскорбляют подобные заказные репортажи, статьи и видеофильмы. Моя родина – это не родина дикого населения, а мой народ – это не народ-убийца. А во-вторых, виртуальная ненависть пока, чувствуете акцент, пока на этих, да и на последующих выборах не будет влиять на реальные политические события, на реальные политические результаты, но эта виртуальность имеет свойство пролонгированного действия. И вот это действие самое страшное. Это действие отразится, обязательно отразится на детях, которые уже растут в уверенности, что их родина – самое никчемное место на этой планете. Дети живут в интернете. Сейчас формируется на наших с вами глазах происходит этот процесс формирования нового человека, который уже в полгода знает, что такое телефон, в полтора года уже умеет управлять им, а в три года это уверенный пользователь компьютеров и интернета. И для этого нового вида человека, у которого телефон уже встроен в его мозг и является продолжением его организма, продолжением его руки, для него авторитетное мнение только то, что будет размещено в интернете. И сколько бы потом вы не будете говорить, что все в интернете про туву неправда. Этот новый человек, который формируется только сейчас, через 10-20 лет скажет, да чихать я хочу на твое мнение. В интернете про тувинцев сказано, что тувинцы прирожденные преступники. Вот и все. Вы думаете, что я сгущаю краски? Ничуть. И я уверена, что две стороны, если не могут сейчас прийти к согласованному решению, то пусть хотя бы одна из сторон поубавит свое политическое рвение, в борьбе за власть. Хотя бы чуть-чуть, чтобы мировое сообщество не навешивало на туву и на тувинцев всех собак. Кстати, о собаках. Собака – это не только друг человека. Собака – это своего рода тоже политический феномен. Если коротко, то вот я вам предлагаю зачитать, сейчас я вам зачитаю опять же из социальных сетей, из одной вайбер-группы такую вот прелюбопытнейшую переписку. представителя муниципальной власти, но это нашей муниципальной власти, и подведомственного ему населения. Начинается переписка с пафосного обращения. Итак, внимание. Внимание. Так, начинается. И шесть восклицательных знаков по три с обеих сторон. Внимание. Уважаемые земляки, жители поселка Кахе. Привет, Сергею Михайловичу Лаптеву. Читаю дальше. Уже невозможно молчать и терпеть хамское безразличное поведение наших соседей, которые безответственно отпускают своих собак, как коров, на свободный выпас. Неужели вы не понимаете, что ваши собаки кидаются на прохожих, на детей? Администрация ПГТ Кахем сегодняшнего дня, а это душераздирающее обращение было написано 9 февраля, администрация сегодняшнего дня заключила договор с приютом по отлову собак, а также выделяется отдельный человек, задача которого... Внимание. Задача которого фотографировать дома, где собаки не привязаны. Ну, понимаете, Салтыков-Щедрин просто отдыхает. И дальше текст обращения. Данный материал будет направлен в суд, а хозяин, проживающий по факту человек, будет привлечен к административной ответственности до 100 тысяч рублей. Если вы не в состоянии ухаживать, пишет Лапки в своем обращении, и следит за своим питомцем, то оставьте нам заявку, и мы определим его в питомник. А также очень прошу неравнодушных соседей отправлять мне в личку фото с адресом или писать просто адреса. Вот такое обращение градоначальник по ГТК Ахем написал вайвергруппе, а зловредные граждане стали задавать ему неудобные вопросы. Одна спросила, скажите, а с каким приютом вы договор заключили, приюта наставить с ковыльщи, где этот приют? И правда, где этот приют? Если Лаптик говорит приют, значит, это совсем не виртуальное временное собачье пристанище. А гражданка дальше вопрошает все в тех же соцсетях, где этот приют? И все время кавычки типа намекает, что нет в этой природе такого приюта. Где этот приют находится? Может, кто-то захочет там собачку взять? Мало ли. Или все же отстрел будет, как обычно. Тогда называйте вещи своими именами, пишут в комментарии жительница ПГД КАТПЕ. Но в ответ начальник дневно отвечает, я вас прошу, вы там вне моей страницы отношения выясняйте, друг на друга пишите, жалуйтесь. Если конкуренция, есть конкуренция, это понятно, но я тут при чем? У вас есть конкретные доказательства ваших слов, тогда предъявите их, пожалуйста, а если нет, прошу не беспокоить меня. Между собой там разбейтесь. Вот такой истеричный ответ посылает по Вайбер Лаптев. Короче, в огороде Бузинавки и ведядька его спрашивает про Фомо, он отвечает про Юрему. То есть, ну нет никакого приюта в ПГД КАХЕ, но есть деньги, выделенные на решение проблемы со стаями бродячих собак. А под эти деньги можно и приюты виртуальные сочинить. Кстати, в этой переписке и в комментариях под ней люди делают чисто политического толка выводы. Такие, например, они пишут вам, то есть городоначальнику был задан конкретный вопрос, на который вы не можете дать вразумительного ответа, кроме какой-то несуразицы. Я просто в шоке от такого представителя власти, пишет неугомонная гражданка. А ведь была у вас очень хорошего мнения, но теперь я его поменяла. Вот она, политика. Люди меняют свое мнение о власти, мнение о той власти, которая ближе всего к ним находится, к муниципальной власти. И чаще всего некоторые продвинутые начальники муниципалы живут в виртуальных соцсетях. Ну, а теперь, вот министр сельского хозяйства буквально на днях, бодро перед телекамерами отрапортовал, что в прошлом году он поставил задачу отловить 3044 бродячих собакей по всей республике. Правда, он не пояснил, откуда взялась такая точная цифра. Если считать в поголовьях, то откуда такое поголовье 3044 бесхозные бродячие головы. Если вы поделите 3044 на количество населенных пунктов, то получится то, что получится. Сами подсчитайте. Но ведь здесь важно другое. Министр Айдын Дун то ли по молодости такой бравый, то ли по природе своей неуемной энергично заявил, что все 3044 бродячие собаки были подсчитаны, сосчитаны и нейтрализованы в прошлом году и теперь не представляют опасности. Такие бодрые заявления вызывают подозрения, конечно же. Собак-то меньше не стало с прошлого года. Это, понимаете ли, живность. А всякая живность имеет, опять же, природное свойство размножаться. Мне лично не верится в то, что 3044 собачьи головы были ликвидированы. Поэтому давайте умножим 3044 на два раза или даже на большее количество раз. Ведь в одном помете бывает по 3-5-7 щенков. А сука может щениться два раза в год. Ну, может быть, больше, не знаю. Короче, если брать за точку отсчета прошлый год, поскольку молодого Айдына Дуна назначили в прошлом году, и он успел за столь короткий срок с точностью до 4 единиц подсчитать всех бродячих собак в республике, то мы узнаем просто астрономическое число бродячего одичавшего домашнего скота, расплодившегося в геометрической прогрессии. В чем же здесь политическая подоплека, спросите вы меня? Отвечаю, вот в такой же геометрической прогрессии разрастается недоверие к власти, которое уж очень подозрительно бодро рапортует о собачьей проблеме. Да, надои, удои, рост поголовья мелкого и крупного рогатого скота это все зона ответственности Министерства сельского хозяйства. Но и отлов, и иные зоотехнические манипуляции, сдерживающие рост поголовья бродячих собак, это тоже зона ответственности этого министерства. Манипуляции по стерилизации и вакцинации осуществляют зооветеринарные службы. Это прописано в федеральном законе. Он появился в декабре 2018 года за номером 498 и называется об ответственном обращении с животными. Этот закон создан в целях защиты животных и соблюдения принципа гуманности. Согласно этому закону безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания. А если это федеральный закон, то минуточку внимания. реализация этого закона обеспечивается финансированием в обязательном порядке. В Туве более 300 ветеринаров. Они равномерно распределены по всей республике. Именно они и должны были в прошлом году прекратить эту геометрическую прогрессию размножения. но что-то пошло не так. И конечно же население или мы говорим обобщенно избиратель не может этого не видеть. И конечно же уже кто-то извительно придумывает клички и прозвища. Министерство бродячих собак, которое во главе с собачьим министром не может решить эту проблему, на которую выделяются средства, причем средства немалые. Но что поделаешь, ведь чуть что мы сразу кричим и обвиняем о всех грехах власть. И подозреваем ее в разгильдяйстве, воровстве и разбазаривании бюджетных средств. Особенно когда представители этой власти в поселковых вайбергруппах сращают статысячными штрафами, мысленным образом, то есть виртуально же выделяют деньги на специально подряженного человека, на бегание за бродячими собаками и фотографирование их портретов. Не спорю, приюту надо строить, если есть закон, его надо выполнять, но с умом, чтобы был толк, чтобы не навешивали всех собак на всю власть, на главу, чтобы ответ держали персонально и министр, и главы муниципальных образований. Рапортовать научились многие, а вот ответ держать единицы. Ну, чем вам собаки, это не политика. Кстати, о ПГТ-Кахе. Уж настолько интересные события там происходит, что я не я буду, если перестану отслеживать этот оазис социальных и иных проблем, которые плавно трансформируются в неразрешимо политические. С вами была Алла Дангурол. Будьте здоровы и не чихайте. Музыка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С этого года по инициативе Международной Федерации социальных работников ежегодно в 3-й вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. А тех, кто отдает делу милосердия свою жизнь и тех, кто им бескорыстно помогает, в материале нашего корреспондента. Кем быть в этой жизни? С ответом на этот вопрос Снежана Сад определилась уже в школьные годы. Сначала отучилась в год профучилища на соцработника, затем поступила в Красноярский государственный медицинский университет по этой же специальности. Начинала обычным сотрудникам, помогала по дому инвалидам, пожилым, покупала им продукты, лекарства. С 2017 года Снежана Сад работает специалистом по социальной работе Республиканского центра «Поддержка». Наиболее востребованные услуги среди наших получателей социальных услуг – это социально-бытовая услуга, это уборка жилого помещения, покупка продуктов питания, это оплата коммунальных услуг, это оплата за электроэнергию и покупка лекарств. Верные помощники и социальных работников – это представители общественных организаций и волонтеры. Сегодня во всемирный день социальной работы, гости к ребятишкам, живущим в Центре социальной помощи семье и детям, пришли активисты Общероссийского народного фронта. Наша команда «Молодежка ОНФ» регулярно поддерживает Центр социальной помощи. Это зимой, например, мы проводим здесь утренники, поздравляем детей, играем с ними. В данный момент мы приехали, чтобы сделать субботник в данном объекте. У нас проходит акция «Мы там, где нужна помощь». Это получается, мы выезжаем все социальные объекты города, убираем снег, проводим субботники. В большинстве своем сейчас в Центре проживают дети, которых социальные работники на законных основаниях были вынуждены временно отлучить от горя родителей. Редко, но бывает, что родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сами приводят детей в приют, но при первой же возможности забирают домой. Разные обстоятельства бывают и помешают детей отдел опеки, инспектора по делам несовершеннолетних, во время рейдовых мероприятий, по сигналу из школ. Дети обеспечены всем необходимым для учебы и отдыха. Сейчас на часах 10.45. Под руководством воспитателя школьники заканчивают подготовку домашнего задания и идут в столовую. Через полчаса к Центру подъедет автобус, который отвезет их в школу, а на обратном пути привезет школьников первой смены. Здесь все, в принципе, очень добрые. По выходным мы все вместе смотрим телевизор, разные сериалы, мультфильмы. Иногда играем в игры по праздникам. Тут часто проводят уроки, разные конкурсы. А какой твой любимый предмет, скажи, пожалуйста? Я все люблю. Я отличница. Свой профессиональный праздник социальные работники России отмечают 8 июня. С этого года появился еще один хороший повод обратить внимание на работу людей, отдающих милосердию, свою энергию, терпение и душевные силы. Теперь каждый третий вторник марта в мире будет отмечаться Всемирный день социальной работы, к переприятиям которого могут присоединиться все желающие. Я желаю своим коллегам успеха в работе и чтобы в дальнейшем тоже совершенствовались, помогали еще больше многим людям, которые нуждаются в нашей помощи. Мадр Сандан, Артыш Бартан, Кузел Сарыхсирен, Тува-24. Народные инициативы. В Барунхемпсисском районе завершено онлайн-голосование по отбору лучших народных инициатив. В голосовании приняли участие 899 человек, из которых более 600 поддержали идею строительства в районе туристического юрточного комплекса по следам Чингисхана. 295 человек отдали предпочтение заводу по выпуску строительных материалов. Теперь высшее образование в сфере культуры можно получить, не выезжая за пределы республики. Тувинский государственный университет выпустил первых дипломированных работников. Дипломы о высшем образовании получили выпускники направления «Народная художественная культура». Тему продолжит наш корреспондент. За плечами студентов три с половиной года и вот первые 11 выпускников направления «Народная художественная культура», которое было открыто в 2017 году на историческом факультете Тувинского госуниверситета. Отметим, что среди выпускников немало артистов, работников Тувинского национального оркестра и Центра тувинской культуры. Несмотря на концерты и постоянную занятость, студенты из них получились добросовестные. Анджит Амдын отмечает профессиональный преподавательский состав. Коллектив учителей тут потрясающий. Они в основном все доктора, и у них лекции, знаете, очень оживленно, интересно проходят. Ты чувствуешь энергетику от них. Сразу видно, наши преподаватели, они мастера своего дела. И, думаю, они постарались на максимум, чтобы обучить нас навыки и знания, которые мы получили за три с половиной года, нам пригодятся в нашей будущей профессии. С открытием новых направлений в Тувгу есть все предпосылки, что сфера культуры республики в будущем не будет испытывать недостаток в квалифицированных кадрах. Сейчас Министерство культуры региона совместно с Тувинским госуниверситетом ведет работу по открытию новой специализации «Музыкальное исполнительство». Музыкальное исполнительство – это в будущем. И народное пение – два направления. Если нам федеральное министерство разрешат нашему Тувгу, то будут и музыкальные направления, что будет очень удобным для наших музыкантов получить высшее образование после нашего колледжа. Помимо этого у нас здесь учатся и библиотекари. Тоже через два года, по-моему, закончат курсы ускоренные, очень удобные для наших работников культуры. Первые выпускники направления «Народная художественная культура» уникальны тем, что многие из них уже большие артисты, которые не первый год радуют зрителей своим талантом и мастерством. «Народная художественная культура» уникальны тем, что многие из них уже большие артисты, и группы «Ятха». Презентация проходит в рамках российского тура легендарной группы. Горловое пение и заводной тувинский рок услышат жители города на Неве. Музыка коллектива сочетает в себе таинственную энергию бескрайних тувинских степей и могучих лесов и всю мощь современной рок-музыки. За время существования группа совершила десятки европейских и мировых турне, участвовала в сотнях крупнейших фестивалей и музыкальных форумах по всему миру. В домах культуры Тесхемского и Эрзинского районов прошли премьеры спектаклей музыкальных театров. Так, в Тесхемском районе состоялась премьера спектакля «Летающая лодка Кедиспея». А чем удивил зрителей Эрзинский муниципальный театр эстрады Сенгелен, смотрите в сюжете далее. 13 марта в Тесхемском районе состоялась премьера спектакля «Летающая лодка Кедиспея», посвященная столетию Тувинской народной республики и первому летчику Танэр «Кедиспею Чоду». Автор работы – заслуженный журналист России Александр Шойюн, режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств республики Сюзана Оржак, художник по костюмам Кульчана Шойюн. За вклад в развитие культуры Тесхемского района Сюзана Оржак и Кульчана Шойюн получили звание почетных граждан Тесхемского района. Работу всей команды и артистов высоко оценили зрители, которые аплодировали стоя. В свою очередь, 14 марта Эрзинский муниципальный театр эстрады Сенгелен представил музыкальный хореографический спектакль «Эрзинхемин и Иртангдэм». Режиссер Сюзана Оржак, хореограф-постановщик, заслуженный деятель искусств Аян Манданхарло, репетитор по балету, заслуженный артист Увы Омак Сад. Актеры муниципального театра – это работники Дома культуры, преподаватели детской школы искусств и жители села. Режиссер Сюзана Оржак, хореограф-постановщик, Режиссер Сюзана Оржак, хореограф-постановщик, Режиссер Сюзана Оржак, хореограф-постановщик, Режиссер Сюзана Оржак, хореограф-постановщик, Спектакли примут участие в республиканском конкурсе любительского театрального искусства Уранчу Ильден Козюмезю. Отметим, что в республике значительно увеличилось количество муниципальных театров, деятельность которых оценивается наравне с профессиональными драматическими театрами. 17 марта в Национальном театре состоится юбилейный концерт заслуженной артистки республики Найхак Дангак. Актриса вот уже много лет радует зрителей и ценителей театрального искусства своим творчеством и разноплановыми ролями. В юбилейном вечере примут участие известные артисты Тувинского национального театра, музыкальные группы и многие другие. Наш корреспондент Ролан Оржак попытался открыть завесу тайн. Харизматичная, пластичная, красивая и талантливая – это все о ней. А заслуженные артистки республики Тува ведущие актрисы Национального театра Найхак Дангак. 17 марта в Национальном театре состоится ее юбилейный концерт «Чурем Бодролы». Актриса более 25 лет служит Туинскому театру. За время работы она воплотила более 40 разных образов, будораживает чувства зрителей. Она прекрасно владеет актерским мастерством, навыками, сценическое переоплощение. С 90-го года. Это было в Питере. Я со своими друзьями поступила в Питер. Тогда Ленинград был. Там 4 года проучились и приехали. И начали сразу же в театр работать. Тогда уже главный режиссер Алексей Оржак нас принял и начали уже играть разные спектакли, разные роли. Первой главной роли так таковой не было. Это хай-работ. Играли с Албакой. Я очень любила эту роль. Я считаю, для меня это первая главная роль. Вот эту роль я очень люблю. На юбилейном вечере в театре соберется созвездие талантливых артистов разных поколений. Будут звучать песни, покажут отрывки и спектакли. Анаиха Карабчорова – выпускница Театральной академии города Санкт-Петербурга. С большой теплотой о ней говорят ее сокурсницы по выпуску. Одна из них – Народная артистка республики Саяна Сад. Моя однокурсница. Она очень трудоспособный человек. Амплуа изначально была как героиня. Героиня ей и в академии, и все педагоги это подчеркивали. Склонна вот к такой амплуа, как трагический образ. Трагический образ у нее очень хорошо получается. И драматические и трагические образы ей удаются. В концерты примут участие артисты театра, а также легендарная фольклорная группа «Хунхуртю», молодая, но широко известная группа «Одучу». Ведущие артисты – видные деятели. Искусство твое поздравит Анаихак. От природы она очень гибкая, талантливая и хороший друг и в жизни, и на сцене. 25 лет на сцене. Творческий путь переплощений новых образов и ролей. 17 марта в Национальном театре соберутся все любители театрального искусства, чтобы поздравить юбиляры и увидеть творческий концерт. Ролан Оржак, Туа-24. В Бурятии завершился чемпионат России по спортивной борьбе, в котором тувинский спортсмен стал обладателем серебряной медали. Подробнее в материале Сайгана Бирьбю. Утром 16 марта после завершения чемпионата России по вольной борьбе, который проходил в Улан-Удэ с 10 по 14 марта, на родную землю вернулась сборная Тувы, где ее с подсчетом встретили родные и коллеги. Это только начало. Не расслабляйтесь и стремитесь к верхней ступени пьедестала. Турнир получился максимально позитивным и, как отметил главный тренер сборной Дзамбалат Тедеев, прошел без скандалов, разборок и проблем. Сборную тувы представляли 11 спортсменов. Подготовка прошла хорошо. Первый этап после этого турнира, который провели в федерации вольной борьбе, после этого мы начали. Первый сбор у нас был общий физический подготовка, потом второй сбор на ковре. После сборов мы планировали чемпионат подъехать заранее, за 10 дней. Поэтому мы поехали. И вот после таких подходов вот такой у нас результат хороший. Несмотря на то, что большинство наших спортсменов не вышли в призеры, они не унывают. Самое главное – бесценный опыт участия в соревнованиях на таком высоком уровне. В основном у нас лидеры проиграли, взрослая команда, но в основном наши молодежь показали хороший результат. Лидеры тоже хорошо отборолись, но там надо еще доработать. Именитыми спортсменами было отмечено, что в туве подрастает молодой и перспективный борец Начин Мангуш, который, возможно, в следующем олимпийском цикле и будет претендовать на победу в своем весе. В этом году он вступил место бесспорному лидеру, в весе до 57 килограммов Завуру Угуеву, став серебряным призером. С командой ставилась цель, чтобы попасть в олимпийскую сборную. И, как видите, получилось выиграть таких титулованных борцов. Это было ожидаемо. Мы подготовились хорошо, шли к этому. И вот так вот. Не скажу, что отлично выступило. Были ошибки. Ошибок много. Будем исправлять и идти дальше. После краткого отдыха наши борцы с учетом полученного опыта и допущенных ошибок начнут готовиться к очередным соревнованиям. Далее наш эфир продолжит блок тематических передач. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok